Любовь к чтению Бывала сначала учительница младших классов, занимаясь с ребятами, в том числе и во внеурочное время, затем преподаватель русского языка и литературы. Со временем сформировался своеобразный клуб активистов. Мы приходили, у нас несколько человек было активистов, нам позволялось заполнять инвентарную книгу, поступали новые литература, пахла она до того хорошо. Позже в ту же библиотеку пришла работать сестра. У Натальи Фомоидис стаж 39 лет, затем дочь. Правнучке 2,5 года и она уже ориентируется среди полок, любит книжку про собаку. Библиотекари отмечают, что читатель начал возвращаться из интернета, потому что, как говорят они, наигрался. Я думаю, что начитали с моего интернета, начитали с телефонов, и я очень рада, что читатель возвращается. По словам Натальи Фомоидис, среди читателей немало молодежи. Сама она переживает за тех, кто раньше ходил в библиотеку, но перестал по каким-либо причинам. Обзванивает, рассказывает о новинках, которые подбираются сообразно предпочтений. Много современной литературы, в том числе в жанре фэнтези, популярном у молодежи. В современных реалиях используются вполне современные методы привлечения новых читателей. Извещение по телефону о том, что поступила такая-то литература, которой ранее он интересовался. Но на данный момент почему-то какая-то проблема пришла, он перестал ходить. Приглашение в библиотеку. Потом у нас еще, вы знаете, у нас был такой десант высажен, мы прямо по новым улицам Станицы Анапска пробежали и пригласили читателей в библиотеку. И сказали о том, что лучше книжку не купить, прочитать и вернуть, и не потратить свои деньги, а именно прочесть ее в таком формате и вернуть следующему читателю. Помимо прочего, библиотека остается местом, где можно встретиться и пообщаться, как собрались сегодня библиотекари, среди которых, как говорят они сами, не бывает бывших. Любовь к литературе и книге – это на всю жизнь.